Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина и сегодня будут мои косметические пустышки июня. Их не так много, но если вам интересно узнать, что это были за продукты и какое у меня мнение о них сложилось, тогда я вас приглашаю к просмотру и надеюсь, вам будет интересно. Начну с того, что я, наверное, вам покажу то, что закончилось у моего супруга. Это от фирмы Nivea классический увлажняющий кель для бритья. Девочки, если вы пользуетесь бритвой, если вы пользуетесь бритвой для удаления волос с тех зон, ну там ножки, ручки, там все такое, подможничные впадины, я вам рекомендую взять вот этот вот Nivea классический кель для бритья увлажняющий. Правда классная вещь, так как у меня были небольшие проблемы именно с поиском сейчас средства для удаления ненужных волос, я воспользовалась данным гелем для бритья и хочу вам сказать, не нужны, наверное, никакие другие, потому что классное средство, которого нужно совсем чуть-чуть, хорошо пенится, бритва хорошо скользит, нет раздражений и да, как бы у него есть такой мужской специфический аромат, но он имеет с охлаждающим таким эффектом, поэтому как бы абсолютно комфортное бритье, могу сказать то, что да. Моему супругу тоже нравится, нет раздражений, нет никаких там неприятных ощущений у него во время бритья, и мне понравилось, так что пользовалась я им не так много, раза три, наверное, но при всем при этом я осталась довольна, мне понравилось. Я сказала, что супруга, как я купила, все-таки классное средство, классный гель для бритья. Вот, следующее, что закончилось, это были у нас такие вот салфетки от фирмы Лента, антибактериальные, 70 штук, мне понравилась в них упаковка, мне понравились сами салфетки, мне понравилась цена, сколько они стоят, мне нравится их аромат, мне устраивает в этих салфетках все, честно, то есть вплоть до того, что у нее вот эта вот штучка, которая вот, да, клапан, он даже сейчас клейкий, он сейчас липкий, хотя, сами знаете, что есть некоторые салфетки, когда-то их 70 штук, к примеру, либо 50, и к концу использования вот эта вот штучка совсем не держит клапан. Все держит, все замечательно, меня устраивает, сами салфетки тоже очень даже хорошего качества, за их цену большое спасибо, мне понравилось. Следующее, что закончилось, это ватные палочки 365 дней, которые, собственно говоря, они у меня вот как раз 100 штук, чуть больше стало, у меня уходит на месяц, я довольна ими, они стоили что-то, по-моему, в пределах 15 рублей, очень классная цена за эти палочки. Следующее, что закончилось, это тоже от фирмы Лента, косметические ватные диски, хорошие ватные диски, стоят они, по-моему, в пределах 30 рублей, их здесь 80 штук, мне понравилась, двойная текстура, прошитый край, тоненький, мало средства впитывают, и при всем при этом хорошо, деликатно очищают, то есть, как бы, знаете, вот они после себя не оставляют никаких ворсинок. Бывает, когда мы начинаем мицелляркой смывать именно дисками, бывает, остаются ворсинки, попадают в глаза, это некомфортно, здесь очень даже хорошо, и если, к примеру, вам нужно, у вас потек макияж, вы можете аккуратненько этим ватным диском мицелляркой просто убрать. Классные диски, за их стоимость, почему нет, мне понравилось, буду дальше брать. Следующее, закончился, ой, вот такой вот пробничек, мне хватило его на один раз, здесь 10 мл, пользовалась я только именно на кончике, и вот с помощью вот этой вот маски от фирмы Эль Сеф, роскоши, стимасел, легкая питательная маска, я хочу сказать, что это стала моей хотелкой. Я никогда бы не подумала, что фирма Эль Сефла реально не на меня как-то смогут произвести впечатление. Но да, произвели, потому что пользовала, как я уже говорила, то, что я купила себе масло для волос, тоже от фирмы Эль Сефла реально, это роскоши, шестимасел, и оно на моих волосах совсем не работало, вообще я не видела никакого результата, что наносила, что нет, а в дуэте вот с этой маской, вообще классно, волосы настолько были мягкие, кончики, все знаете, как вот, вообще не было видно посеченных волос, они были ухоженные, они были рассыпчатые, они были мягкие, они не запутывались, то есть столько достоинцев в дуэте вот с этой вот маской, то масло просто классно, лайк-лайк девчонки им, мне понравилось, так что, к сожалению, в наших магазинах я опять ее не увидела, наверное, поэтому и не увидела то, что она пользуется, ну, наверное, спросом, скорее всего, так что сейчас буду искать ее и, скорее всего, возьму, попробую полноразмерку, потому что в дуэте с этим маслом я поняла, что масло начинает работать, а если раз работает, то чтобы масло не выбрасывать, то нужно как-то хотя бы помочь ему, чтобы работало, я понимаю, что это будут дополнительные растраты, я даже не знаю, сколько стоит данная маска, но все-таки я захотела, потому что, потому что, потому что классно. Следующее средство, в котором у меня было пробничек, и тоже моя теперь хотелочка, это вот фирма Виши, если помните, мне попадалось, это при покупке Farm Cosmetic, они мне ложили пробничек вот такой, Capital Salim SPF 50 от Виши, я это пользовалась, кстати, на плечике своего ребенка, да, это не детское, это для взрослых, но я нанесла, потому что у нас не было ничего под рукой, и хочу сказать, то, что у ребенка не было никаких раздражений, у него не было ощущения зуда, то есть он не тянулся к плечикам, и он не сгорел. Это SPF Factor 50, мы гуляли очень долго на улице, и все было замечательно и комфортно, сейчас хочу себе взять полноразмерку, здесь-таки написано, что он идет для лица, но ничего страшного, мы бы попользовались для тела. Хочу попробовать взять полноразмерку, или может быть дойти до аптеки, попросить у них несколько видов именно солнцезащитных средств, хотя у нас в аптеке просто невозможно ни один пробник добиться, вообще никакой, поэтому буду стараться пытаться с ними договориться. Следующее, что покажу, что у нас закончилось, это мое любимейшее мыло от фирмы Detol, здесь оно идет с экстрактом гранаты и малины. Девчонки, классное мыло, я поняла, какое оно классное именно в летний период, как в ванной комнате пахло этим мылом, пахло мыло в ванной комнате, это было обалденно, и пахло чем-то, знаете, таким кисленьким фруктовым, каким-то сладким, все это вместе, в сочетании, ручки хорошо очищает, у ребенка кожу рук не сушит, и вообще мне нравится, я им даже мою таким мылом свои кисти, мне нравится это, все здорово, все супер, цена, качество мне нравится, хватает его ровно на месяц, оно густое, здесь я уже просто добавляла водичку, потому что вот эта вот сама палочка, она не доходит до конца, и когда здесь остается средство где-то вот так вот уже, ну чуть-чуть совсем, его нельзя добить, и поэтому я добавила водичку и добила его. Нравится, люблю, и буду покупать пока то, что не найду что-то другое. Сейчас, конечно, у меня мысль появляется купить именно автоматически, для того, чтобы ребенок у меня сам приучался самостоятельно мыть ручки под раковиной, а с автоматическим ему будет намного проще научиться, так что вот так вот, пропелодиферамбат. Следующий у меня закончилось, аж три геля для душа. Могу сказать то, что вот, начнем давайте с негативного, чтобы закончить позитивным. Палмалиф, это у меня лаймовый всплеск, лайм мяты, гель для душа, он достаточно густой, как вы видите, зелененького цвета, из баночки он пахнет действительно лаймовым мятым, мне кажется, он даже пахнет, знаете, может быть, мне кажется, мохитой каким-то, вот, у меня ассоциация с летом, с кисленьким, чем-то с таким пляжным, но, когда я им стала пользоваться в ванной комнате, именно как гелем для душа, я просто исплевалась с ядом. После него остается именно пленка на коже, после него, знаете, вот нет ощущения чистоты, и вот этот вот химический запах лайма, который, ну, просто душит, это, ну, невозможно, я, когда я мылась в ванной комнате, я открывала двери, мне он не нравился, его нужно очень много, то есть я вот это вот использовала, девочки, держитесь, за две недели, я его израсходовала полностью, тут 250 миллилитров, никогда фирму помолив, я не подумала бы, что вот так вот у меня будет столько негатива от геля для душа, после него кожа, знаете, она высушенная, после него, знаете, какой-то дискомфорт, после него все время хочется поливать себя водой, для того, чтобы смыть остатки геля для душа, больше я такой гель для душа не возьму, совсем-совсем не понравилось, и ни запах, ни текстура, ни после его ощущения чистоты, как таковой после него я не ощущала, потому что, как я еще раз повторюсь, оставалась какая-то пленка, но, слава богу, закончился, я его выбрасываю, и все. Следующее, что у меня закончилось, это гель для душа от Ифраше Стравборис, это у меня получается земляничка-клубничка, девочки, как я люблю этот запах, у меня ассоциация сразу с лесом, с летом, с бабушкиным, маминым вареньем, с детством, но, видимо, моему ребенку, моему сыну Кирюшке, тоже понравился данный аромат, и когда он принимал водную процедуру в ванной комнате, он просто это все пролил, оставалось совсем чуть-чуть этого геля для душа, все, что я успела сохранить, а все остальное было в ванной комнате, аромат был по всей квартире, ребенок был довольный, пены было много, поэтому много очень всяких положительных эмоций получили от него, но очень жалко, что он быстро закончился, и сейчас-то моя хотелка, и, скорее всего, я повторю данную покупку, поэтому, девочки, рекомендую, хорошо пенится, он достаточно экономичен, ой, простите, девочки, достаточно экономичен, после него нет ощущения сухости, не оставляет пленки на коже, мылится, еще раз повторюсь, его нужно совсем немного, знаете, вот действительно, разница колоссальная от и фрашевских гелей для душа, пусть они даже дороже, и вот от масс-маркета, девочки, просто колоссальная разница, и сейчас я просто прихожу к выводу, то, что и фрашена меня произвел положительное впечатление, я буду пользоваться, скорее всего, наверное, и гелями для душа, потому что, ну, вот это ощущение, когда вы выходите из душа, и вы чувствуете гель для душа, то, что вы не смыли, но это мерзопакостное ощущение, которое я не хочу, чтобы у меня были на коже, понравилось, люблю, и буду покупать, скорее всего, опять его снова и снова. Следующее, что закончилось, и я очень сожалею, это гель для душа тоже от Ифраше, прованская лаванда, лаванда прованса, это действительно лаванда, ее очень здорово принимать даже как пену для ванн, ее хватает надолго, она хорошо мылится, нужно совсем немножко, хорошо смывается, я даже просто добавляла, когда у меня ребенок принимал водную процедуру, вот, я его добавляла, именно делала с ним, ну, как пену для ванн, и ему нравилось, тоже не было никаких раздражений, хорошо пенится, мне нравится, и вот этих вот 200 мл нам хватило достаточно надолго, поэтому я и сама пользовалась, и ребенок пользовался, и даже иногда супруг пользовался, так что вся семья от этой вот манюнички нам просто доставила очень много приятных ощущений. Следующее, что закончилось, это ультрадокс, шампунь, гарниер, питание и гладкость, это их новая серия с маслами какао и кокоса для сухих и поврежденных волос. Что могу сказать, часть этого шампуня у меня опять же вылил сын, другую часть я ее благополучно допользовала, сын, врачей, так, и что могу сказать, хорошо промывает маски масляные, для того, чтобы промыть волосы в летний период, нужно два раза помыть им волосы, после него нет сухости, волосы не электролизуются, после него нет перхоти, посеченные волосы, конечно, он не убирает, и, в принципе, достаточно приемлемый шампунь за свою стоимость. Мне кажется, в дуэте, я хочу еще, может быть, попробую, возьму данный шампунь, к нему маску, либо бальзам, и попробую, как они работают в дуэте. А так, всецело, это тот шампунь, который должен находиться в ванной комнате, для того, чтобы хотя бы смывать масляные маски, либо каждый день его использовать, он очень даже подходит. Так что, вот так вот, в принципе, могу ему смело поставить четверочку, и аромат, кстати, в аромате, пахнет совместной какао-кокосом, и данный аромат на волосах держится не так долго, и он выветривается, знаете, остается какой-то такой просто ненавязчивый аромат, который вас не раздражает. Так что, вот так вот. Следующая, это закончилось у меня немножечко декоративки, начну вот с такой вот туши от Гурмантист, но от Стомп Вольюм, у меня в синем цвете, у нее идет обычная такая вот ворсистая щеточка, она у меня подсохла, и я ее наносила, и даже разбавляла с грилой ее, что только с ней не делала, но она уже все засохла, продукта здесь осталось еще очень много, тушь, которая мне нравится, если вы вообще любите щеточки именно из натурального, ну, как бы, да, вот эти не силиконистые, именно ворсистые, могу сказать, она вам вообще сильно очень понравится. С ней можно добиться объема, простите, девочки, с ней можно добиться объема и разделения, и при всем при этом, как бы, цена у нее идет 170 рублей, я ее, по-моему, в последний раз брала, мне понравилось, буду покупать ее снова и снова, в синем цвете мне нравится, так как у меня голубые и серые глаза, подчеркивает на солнце, она не... при дневном цвете, а в свете, когда не попадает солнце на ресницы, не видно то, что у вас сильнее тоже, при определенном освещении будет заметно, что тушь у вас цветная, но она не смотрится, как-то, знаете, пошло-дешево, она смотрится очень даже хорошо, мне понравилось. Следующее, что закончилось, это у меня гель от Artvisage, видите, он у меня уж такого непотребного вида, тоже вот такая щеточка, этот гель мне нравится, но вот единственное, вот эта вот упаковка, в этот раз, что-то она совсем быстро облезла, и, ну, не очень мне это понравилось, а так, состав мне, содержимое мне понравилось, так что буду покупать снова, ждите в покупках, очень даже хороший гель для бровей, стоит он в пределах 200 рублей, единственное, что вот я сейчас хочу попробовать сделать заказ их официального сайта, и если вы делали заказы с Artvisage, девочки, оставьте ссылку, как это у вас вообще прошло, потому что что-то я как-то не могу с их сайтом договориться. Следующее, что я буду показывать и выбрасывать, это моя любовь, и, наверное, уже моя печаль, то, что это закончилось, это тушь для ресниц от фирмы Calistar, это итальянская косметика, хочу сказать то, что тушь вообще мне нравится, вот у меня ресницы, они от природы идут прямые, и так как я светленькая, они практически, ну, светленькие такие, эта тушь, она имеет вот такую вот щеточку, видно будет, нет, с одной стороны длинные щеточки, а с другой коротенькие, и с этой тушью я добивалась того, что я просто моделировала свои ресницы, они были разделенные, был определенный у них объем, и, в принципе, очень даже нравилось, то есть не было никакого раздражения, если даже именно эта силиконовая щеточка соприкасалась как-то со слизистой глаза, то есть не было вот какого-то, знаете, противного пощипывания, она замечательно снимается мицелляркой, ее еще раз могу сказать, что ее можно наслаивать, можно сделать как дневной макияж, можно сделать, добиться с ней вечернего макияжа, вечерний макияж, очень достойная тушь, сейчас, к сожалению, к моему большому сожалению, на нее цена очень выросла, если у вас нет скидки в Литуаль, к примеру, я ее видела, что она стоит около 3 тысяч, если у вас есть скидка, конечно, можно найти намного, ее по более приемлемой цене, но сейчас, конечно, как бы у меня есть тушь от Givenchy, я с ней замечательно подружилась, еще как бы у нас с ней такое, идет активное знакомство, но вот это, бесспорно, мой фаворит был, и я просто влюблена, единственное, что мне ее хватило не так, насколько бы хотелось, но хотя туши нужно, еще раз повторюсь, их нужно каждые 3 месяца менять, этой туши, кстати, мне как раз на 3 месяца и хватило, поэтому я довольна, это у меня был экстра неро, экстра черный, объем 11 миллилитров, классная тушь, мне понравилась, так что я была в восторге, вот, девочки, это были все мои пустышки июня месяца, если вам, конечно, понравилось видео, поддержите меня пальчиком вверх, и забывайте подписываться на мой канал, для того, чтобы не пропустить новые видео, и каждая ваша подписка, это, естественно, мне приятно, каждый у вас комментарий, это тоже приятно, если вы чем-то пользуетесь, и у вас есть какие-то советы, оставляйте, я всегда с удовольствием их читаю, спасибо большое вам, то, что вы со мной, я всех люблю, целую, с вами была Ваша Ира, до новых видео, всем пока-пока, пока,